утреннее дежавю друзья утреннее дежавю опять юбе опять ftd club но на этот раз уже основная команда newbie против второй команды ftd club команда b на наших экранах и команда newbie просто не убить но вы помните если вы проснулись в пять утра вместе со мной вместе с нами вы помните как жестко расправились с основной командой ftd club newbie young вот интересно что сделают newbie основной состав с b командой ftd ну предположение давайте строить не будем а просто обратимся к драфту дазл спирит и бестмастер такой выбора ftd club ухты и сам венчер неужели неужели лишь рак что ж такое просто какой-то и дальше станкинг парни просто пикают и пикают пикают и пикают очень быстро видим какие-то подготовленные к этому драфту пришли что-то вот знали ну или как-то мысль пошла так вот что соперник эту мысль никакими своими действиями не смог исправить изменить или направить какое-то другое русло то есть по-прежнему твердо уверена в том что пул героев которые сейчас имеются он победный и он нужный важный правильный таск лина сайленсер сэн кингт это ньюби и лишь рак бестмастер спирит брекер спирит брекер эмбер спирит и дазл у команды ftd club но возможно еще спирит брекер появится да если лишь рак сместится на мид и нужно будет еще один саппорт агрессор одного такого саппорта агрессора ньюби забанили это баланар ночной сталкер ну вот но есть возможность еще кого-то забанить и решили рубена ну рубен по сути да но это хаос знает вот так вот я если честно ну ну давай ну не то чтобы там я удивили удивлён не знаю даже я как как себя считать удивлённым либо нет я немножко недоумлённый вот так вот недоумение морфинг что происходит что происходит вообще хаос знает хаос знает но кстати иметь иллюзию какого-нибудь таска было бы полезно было бы весьма полезно но я имею ввиду морфингу да своим репликейтом а может быть он еще и аганим соберет тогда у него будет как бы как бы два репликейта ну не два но в общем будет возможность использовать какого-то героя дважды ну то есть можно будет еще раз кастовать там тот же тот же что тот же стан лин и там либо же драган слейв либо подкоп с энкенга ну в общем любые способности кроме ультимативных копируют вот этот вот гибрид морфлинга и хао будет играть на этом самом морфлинге на банана на сэнкинге дальше давайте смотрим ле просто играл команды ньюби янг и тулей играет у команды ньюби на таске саленсер ч саленсер ч че че гевара вот поклонник революции саленсер ну и конечно же му на линии в центре вот на такой вот красотке огненной которая будет выжигать если широка и прочих товарищей которые будут подходить так собственно мы уже пришли команде ftdb у которых джеймс играет на лешароке икс это хаоснайт неизвестно кто же это просто икс имба спиритом управляет с с с запятая дазлик это хитаги ну и последний персонаж который пошел на сложную линию это бестмастер и бестмастер это бестмастер я к сожалению не владею китайской грамотой и не в состоянии рассказать вам что означает два одинаковых иероглифа у бестмастера в никнейме что-то они точно означают такой индиан бестмастер индианец посмотрите ну четкий индейц там с татухой с перьями непонятно вот эти вот не ну почему они это какие-то олени рога тоже в принципе очень даже может быть дабл мид на дабл мид лишрак и хаоснайт против сайленсера элины ну тут два ранжевика против милишника и ранжевика причем у сайленсера главы есть так что тут однозначно преимущество у ньюби ну потому что демиджа с руки у них больше 66 у хаоснайта ну это милишный демидж а 45 у лишрака да лишраку уменьшили демидж в патче вы помните теперь у него там как у кристал мейден либо же у те часа ну то есть мало демиджа сайленсер там покидал главы пошел посмотрел там что с рунами с рунами ну естественно ничего быть не может хорошего потому что пока их собственно нет ну вот можно показать главы там каких-то других персонажей и решили что давайте сэн кинг подойдет запушивают линию в надежде на то что по таврам смогут они там как-то лину цепануть не ну на самом деле учитывая что у хаоснайта есть рифт то рифтануть можно вот но только проблема во всем что рифт тоже рандомный скилл как и все прочие скиллы у хаоснайта и он может рифтануть ну вот да вот под тавр видите как сейчас рифтануло молния сразу же подкоп стан по му но му должен выживать или не должен выживать стан под себя и забирает ферстблат но сам тоже погибает в итоге лишрак и лишрак также на фонтан 2 в 1 ну в итоге то есть банана чувствовал что вот будет сейчас какой-то замес и получается так что он правильно все прочувствовал статистика по крипам вы видите ее ну и можете сделать для себя вывод о том что таск пока что топовый топовый таск а таск стоит на изи лайне против кстати стану на 2 секунды но сейчас сейчас плохо еще стан сверху будет подкоп но лина может а нет лина уходит или не уходит или уходит или уходит отпевается и уходит два места там прошло у джеймса и сейчас вот можно но интересно погибнет или нет не должен погибать да не должен там первого левела первого левела это ласт ворд и все прекрасно так вот возвращаясь к хаос найту вот у него рэнж давай сейчас посмотрим вот такой вот у него рэнж да ну примерно и он может рифтануть героя как сюда так сюда так сюда так сюда так и сюда ну то есть то есть вот в этом рандомность скилла заключается он может оказаться после рифта вместе с героем какой-то из позиции вот на всем расстоянии от этого реалити рифта и в тот раз они оказались под тавером что естественно было не на руку ftdb потому что тавер тоже там их фокусил бил стрелял дэмэдж наносил ну а тавер как вы знаете имеет своим приоритетом практически главным убийство вражеских героев если те атакуют союзных героев ну пока 1-2 пока что все основные события разворачиваются на центр но таки дабл мид это вообще очень крутая тема потому что очень близко герои находятся есть перепад высот интересно наблюдать за сражением еще и руны имеются ну в общем гораздо гораздо больше экшенов когда дабла в мине стоит ну вот кто же пока эту даблу выигрывает вопрос 13 крипов у лины ну 13 практически у цк решак 1-1 но там тоже все по одному короче пока паритет на линии в плане убийства крипов но вот в плане в плане фрагов чуть получше дела у ньюби и на оффлейне вот эти вот таск с бестмастером схватились не на шутку там крипов одинаково хорошо и много у таска и собственно у бестмастера у первого и у второго так тут вот саленсер здесь ну пока не получается конечно сэнкингу типа нафармить на свой даггер потому что стаков он нет хотя стаки и делает то есть он пока на даггер не фармит потому что делает стаки и помогает в центре линия но какой-то момент он должен будет уйти и все это дело зафармить вот и в этот момент ему должен быть крайне осторожен крайне аккуратным поскольку вот эти вот дизейблы от хаус найта или широка его отправляют на фонтан ну практически стопроцентно так удался это урсы в принципе нормально за них хорошо дают ну учитывая вот эту вот довольно длинную тычку у лины она может прям вот вообще на лонгранже стоять так-так-так-так я там вижу я там наблюдаю вот сейчас будет стан и да сиренчейнс привязочка минус сайленсер ну никак он не ожидал такого такое западло но оно произошло да лишь врачок был на этой линии и связал имба спиритову с помощью разреза то есть разрезал и на длинные рнж привязал болой это хорошо Лина Лина хочет наверное тоже быть какое-то агрессивное там дает прокасты но хаоснайта пока не зацепает так вот он рифт хорошо но мало хп у Лины и мало хп у хаоснайта и Лина все-таки отправляется в таверну а вот хаоснайт не вариант не вариант да он выживает отпевается из-за бананы погонится хочет его рифтануть но рифт в откате ну и собственно пока что вот теперь-то мид и наверное проигран ну не проигран мид в миде все равно ничья сейчас получается то есть два фрага в миде сделали два фрага одна фрага вторая команда но учитывая что все-таки хаоснайта делает фраг сейчас когда уж Лина расфармлена то у него преимущество потому что у него сейчас пятый с половиной ну хотя Лина почти шестой ладно ну по level-ам он чуть подсравнялся не хватает силы чтобы справляться с этими товарищами вдвоем нужна помощь третьего и четвертого персонажа окей окей ну то есть вот это пять мид это скоро будет стандарт да в доте go all mid и все в центре и давай-давай-давай-давай-давай драться ну почему нет если это будет работать приносить какие-то дивиденды ну хаоснайта видно да ну как бы но сноубол можно запустить сноубол прям по таврам можно его забирать давай таск все есть да вот он сноубол в двоих ну в одного ладно подкоп шарды панч минус хаоснайта лина задувает отлично вот и лагунит же лагунит как она лагунит стан по ссс есть нет подкопа нет но у того флэмгвард магии его особо не пробить хотя все равно подкоп сделали и шарды 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 закрывают лина стан есть шэллоу грейв и просто его будет с руки бить но грейв но грейв опять же хотя сноубол грейв заканчивается хилл грейв закончится и лина задувает и убивает лина боже ты мой вот так вот теперь все пошло абсолютно по-другому по-иному и можно сказать что опять вернули себе на центральной линии ньюби шикарно шикарно все таск идет ну видите таск получился левел и решили что ну что там стоит на линии я войду ганги сделаю и ганги были весьма полезны что касается бестмастера ганги никакие он там пока не делает но возможно сейчас вот он найдет ту лея давай кричи 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 да она не получилось сноубол сразу теперь крик надо бы какие-то шарды есть рифт но все шарды забавные такие шарды построил так вот они выглядят как часть здания людей которые живут на севере как она правильно называется я не знаю тот ледяной дом дом из льда ну благо есть всегда возможность загуглить сейчас мы посмотрим дом из льда иглу вот точно иглу называется такое строение окей пять 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 восемь минут прошло за нами три восьмых левела один седьмой у таска масса шестых и два четвертых у каждого из саппортов команд то есть у сайленсера и у дазла по четвертому левелу тут смакевич который должен что-то сделать аккуратненько стоят там и пески и хорошо уже хорошо сейчас получилось все дали там конечно остан но понимал банана что нельзя стоять долго тут в песках сорвалась атака сорвалась атака повелись на сенкинга думали что что-то там как-то смогут сделать ну вот короче этот ястреб был не нужен по факту но с другой стороны возможно хао бы они и не убили слишком все-таки морфинг ну он не то чтобы там супер плотный но у него смотрите девять десять брони и тысяча хп и он может в любой момент перекачаться начать перекачиваться то есть хп у него может восполни ну врасти да увеличиваться хп так а тут а тут чайный чтобы забрать руну богатство здесь же хаста ну с хастой может хаос что-нибудь такое хитрое придумать здесь у него криты в единичечку 125 процентов критический урон шанс 10 процентов всегда ну это сделано для того чтобы иллюзии не были слишком жесткие потому что будет у него шанс побольше иллюзии бы там так 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 перевязали таска тут сразу же себя снова болит а нет маны у спирита хорошо где панч вот он сразу же панч там сзади подходят саппорты надо 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 подкапывать там на 3 секунды стан был но здесь тоже есть стан в ответочку и пески и пески стан от лины стан от лины мимо замедление в туле есть реминатик лина пытается что-то придумать и забрать нет не получилось убить имба спирита он-то отхиляется и сейчас вернется на линию фуловый возможно вернется ну не уверен я что конечно будет возвращаться но может и вернуться пока здесь находятся персонажи противника наверное возвращаться смысла не имеет вот прям на это времена там лучше стп там как-то вот и по ваткате да и вот караулят 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 опять вот эти вот иглу а там был рифт а там был рифт по саленсеру саленсер что-то явно забыл в этом месте и теперь можно спокойно вернуться да имба спирит вернулся саленсер реально подфидонил немножечко ну и хау понимает что делать ему уже здесь абсолютно нечего как и оставшаяся часть команды и просто разбегаться по линиям у лины к этому времени имеется 1200 денег на руках и петеха что очень интересно а банана пока без даггера ну будь у него точнее не будь у него урны возможно больше частей даггера он бы мог ну не частей это больше денег было бы на даггер еще и там 200 на magic stick еще плюс сапог но это необходимые начальные артефакты без которых фенкинг не мог бы себя чувствовать комфортно плюс все таки 8 зарядов в стике а вдруг помогут восьмой левел по левелу у него все прекрасно по нетворсам вы видите ценность на ваших экранах 4600 4600 кстати бисмастер вышел у него есть уже у него пока еще нет некорномикона но он мог бы его себе позволить 1700 денег еще немножечко и будет хватать может быть он тоже блин будет собирать первым делом потому что нужна инициация но там есть хаоснайт для инициации но опять же у хаоснайта инициация равняется длине его рифта а вот длина рифта чуть покороче чем прыжочек с блинк даггера но обе команды выехали вот примерно в одно и то же место так и таск шардами закрывает там крипов ну это хороший такой скин теперь ну когда оно более понятно кто там что там так тавр задунайли ну вот сейчас надо нападать или не нападать вообще так салин опять салин не хватает салинсиру глобала вот реально нет шестого левела никак не позволяет ему набрать этот уровень и получается так что морфинг уходит на я так понимаю репликейт да так вот из-за того что нет у него шестого левела не может он воспользоваться глобалом как то там так вот под коп сноубол хорошо где панч и панч туда ожидали он уходит на реминанта но реминанта был влево точнее вправо а теперь вниз ну то есть рядышком реминанта можно еще попробовать тп 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 салинсер пока что главный неудачник в команде ньюби чь чь трижды погибал трижды погибал и это не то чего вы хотите от салинсера но вначале он так активно помогал линии забрасывал глыбами там этого несчастненького хаоснайт а потом чего то вот вот здесь что загулял забрал его хаоснайт потом вот наверху и сейчас опять нет нет это банана на этот раз так лина есть там сноубол сэвит пока что банану хаоснайт уже погиб на джеймса нападение джеймс тоже шеллу грейп на джеймса джеймс сплит дает под себя и джеймс выживает а вот таск а таск шардами забирает джеймса но он на хастей должен уходить два в один на размен неплохо банану разменяли на хаоснайта хаоснайта или широка так лина лина и джеймса может погнаться за парнями да посмотрите мистмастер пришел глобал наконец то есть глобал и вот теперь можно хорошо хорошо подра ну уже хорошо подрались почему ты ссс хочешь драться ты уверен что ты хочешь это делать он очень хочет это сделать смотрите привязал двоих да 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 лина дает стан туда же шарды полетели закрывает возможность помочь хитаги и иксу то есть спуститься вниз не получится и график опускается опускается в сторону команды ньюби по икспе уже в 4000 преимущество они имеют по голде около 3 17000 с половиной на 20000 с половиной и ульчика и ульчик я так понимаю уже направляется к линии в полном составе да с юлом одна лишь проблема точнее две проблемы во первых ренж стал меньше а во вторых целую кучу маны тут этот юл вот 175 ну прям очень много реально много маны стоит кстати в смаке можно попробовать найти банану главное что тут была какая-то типа просветка или что-то такое да есть просветка у дазла так 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 хао на 3 секунды очень больно перекачку он успел включить да успел включить перекачку накричали за него ну просто не выдают ему не выдают ему хотел сказать столько демаджа чтобы убить но все таки выдали как раз именно столько чтобы убить и не выпустили из дизейбла до самого конца в данном случае перекачка не помогла но она исправно работала если бы вот если бы как-то найти спирита и попробовать его забрать вот подкоп по спириту и шарды и бежать на реминанта панч не удался но таск уже там апперкот хотел дать так тавр интересно будут динайд да хаосад хочет динайд тавр еще один удар и не отдал он вышку врагу 9-9 у нас счет 16 минут 44-45 уже секунд прошло и потихоньку пушат 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 но как вы видите бестмастер никакие некрономиконы не покупал он собрал мидас ну окей то есть чтобы потом фармить еще больше вот все пытаются как-то сссс убить но у него этот флейм гварта здесь магический дэмэдж ну хотя вот с глобалом может быть да там эпицентр раскастовали панч пошел но все-таки глобал 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 закончился потратили два ультимейта в него и не убили ну это ошибка от ньюби потому что они могли спокойно посчитать сколько дэмэджа вносит там этот сэнкинг с эпицентром он вносит 660 дэмэджа вот так вот двоих привязали там выкапывается 660 дэмэджа вот плюс там подкоп еще сколько-то дэмэджа наносит 280 ну короче ладно мы потом это все посчитаем ну просто это нельзя это не надо считать это просто должна быть цифра в голове у сэнкинга что вот он с подкопа да и эпицентра наносит там дэмэджа такое-то число то есть 110 на 6 660 плюс 280 и того 940 да 940 дэмэджа минус там резист и того получается столько-то так-так-так-так-так-так тут лину связали и лину не получилось ревцануть или ревцанули но она там себя заиулила на кричание на лея вот лея стянули лей лей под мекой живет лина 3 секунды получает стан лину просто обрабатывают вдвоем но таск ее сэйвит сноубол окей сноубол теперь раскатывает долго он держит сноубол а там хао пришел помогает лина лагуну прописывает минус дазл хаоса тоже отправится в таверну и дальше здесь остается только лишь бистмастер и имба спирит имба спирит там на реминанта вверх 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 уходит но тп но его опять не получается словить ну так вот впитывает 500 урона флеймгвард это вот уже половина ой 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 куда ж ты прилетел то хитаги хитаги да сведос но хотя есть еще один тп а банан тут пытаются сжечь да банана убили или в том числе погибает но он на самом деле неплохо как оказалось получилось то байт типа от дазла вот замедлили сайленсера у сайленсера сейчас будет ультимейт он курсу бросает лина стан в двоих и морфинг влетает тоже в троих хорошо сразу же двоих забирает ей стан на 3 секунды лина юля там прилетает на реминантах ссс и глобал успели поражать это очень хорошо потому сейчас заберут хаос найта но вот ссс уже уйдет шикарно получилось 3 в 4 ну вот 1 в 3 где-то так ну если учитывать не ну ладно вообще сложно короче этот итог боя за за часть вот того прошлого за этот бой вот в итоге как бы все при своих остались но по героям больше все таки ньюбина убивали что нам графики говорят ну графики ползут вниз туда 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 и уже линка на 20 минуте у морфа сверху тп стик и аквила с ботлом интересно это морфинг который пойдет в статы скаде там что-то такое бетерфляй или это морфинг который пойдет в этериал ну или это морфинг который пойдет на бестмастера чик птичка 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 хорошо лина успела заеулить и теперь на стан бы посадить и посадила таки на стан а там панчи минус бестмастер ну что ж зато блинк он таки приобрел птичка 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 скорее всего погибают да вместе с хаос на этом богоподобен уже вот так вот после смерти после тех смертей вот в начале лина как-то стала набирать набирать и набирать ну и морфинг тоже не стоит забывать там 300 дэмэджа своей формы наносит даже больше чем 300 325 плюс еще адаптив страйк у него имеется который также может шваркнуть учитывая что ловкость уже больше чем 130 135 у морфа да помножить на 3 еще и плюс 70 добавить ну короче нормально ой не на 3 на 0.25 не не на 0.25 на 1.5 на 1.5 на 1.5 потом будет на 2 да максимально 2 ну грубо говоря если на 2 умножать то 135 на 2 это будет 270 плюс плюс 80 да вот уже 4 да плюс 80 и того 270 плюс 80 350 ну то есть тоже 2 скилла по 350 вот вам пожалуйста 700 магического урона неплохо так 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 дазл до свидания и еще и дальше запрыгнули на Лешракан заеулили и сейчас будет стан но немножко не по таймингу стану все равно Джеймс там остановился подрубил прокаст дальше кого-то цепляют но это цепляют уже Сайленсер который глобал не успел жмакнуть а вот Бестмастер тоже ничего не стал и Эпицентр транскастовали ох как он взлетел то и упал уже мертвым трипл килл Лина делает и там она в погоне за Хаос Найтом Хаос Найт стан на не видно на сколько секунд но это не важно потому что потому что Сэн Кинг забирает Хаос Найт отправит его в таверну ну мы видим что Ньюби собственно повторяют успехи своей молодежной команды и FTD повторяют неудачи своей команды А все для них с каждой секундой все хуже и хуже и хуже становится на этой карте и преимущество достигает уже критической на данный момент отметки в 11 тысяч преимущество по голде по экспе 13 47 на 34 плюс Рошан плюс супер мека уже есть супер сапог у кого у Лины нет у Таска да мгновенный смог после смерти Рошана и с этим смоком можно забрать допустим того же Дазла если он сейчас появится либо кого-то другого да вот решили во вражеские или Сазати потому что понимают что они контролируют большую часть территории и противник может быть только вот в этих местах так кого там нашли не совсем понятно теперь понятно а теперь понятно это был Хаус Найт итог сразу же итог боя ну показывает ну покажите нам итог боя 300 монет Хаус Найт потерял да неприятно столько же примерно заработали оппоненты ну вот Бестмастер за всю игру ничего полезного не сделал реально он как бурда находится на этой линии вот там с Медасом с Блинком но он вообще ноль вот смотрите вот опять опять панч опять там Сайленс на Эмбера есть глобал Эмбер попытается конечно убежать но его подкапывает бананы не дает ему никуда деться Джеймса тоже с руки просто разваливает там конечно есть на него грефт но это 24 минуты гг ну а они просто рвут и мечут Ньюби очень хотят на мейжер очень хотят на мейжер очень хотят на мейжер супер напряженный матч друзья 24 минуты ну FTDB там все напрягалось потому что их били ломали уничтожали на всех точках карты друзья мы уйдем с вами на небольшую паузу и вернемся на вторую игру между Ньюби и FTDB в надежде что FTDB что-то покажут еще потому что пока до сих пор они ничего не показывали ну только лишь первые там 3 минуты когда там они пару раз убили Лину вот это вот да но потом лайнинг закончился и началось просто чехарда или даже не чехарда а череда убийств началась вот так вот ладно уходим на паузу все музыка скоро вернемся не переключайтесь и мы тоже останемся вместе